В Олимпийском парке города Сочи прошел первый Всероссийский фестиваль народной культуры и специализированная выставка. Чувашуи с ее уникальным культурным наследием представляли ансамбли «Уяв» и «Кожал». Сегодня в Национальной библиотеке члены делегации рассказали о том, как живет и развивается фольклорное творчество в стране. Бережное отношение к уникальному культурному наследию России – один из значимых государственных приоритетов. Представители 85 регионов собрались вместе, чтобы показать особенности своих национальных традиций, непрерывную связь времен. Как сказала заместитель министра культуры Чуваши Татьяна Казакова, Сочи одновременно смогли увидеть многонациональную страну во всем ее культурном многообразии. Такое бывает нечасто, говорят участники фестиваля. Добрые, адекватные, очень красивые лица людей разных национальностей, которые живут, соседствуют в мире и согласии. А когда начался просто концерт, вот у меня даже сейчас мурашки по коже, в том плане, что это уже давно забытое и очень приятное чувство гордости за нашу огромную, очень мощную и непобедимую страну. Фольклорные коллективы у Яфы Казал, прежде чем представлять Чувашскую республику на этом фестивале, прошли непростой отбор. И им удалось доказать, что их участие не было случайностью. Наш коллектив оказался в числе лауреатов этого фестиваля, так как в прошлом году в городе Чебоксары проходил зональный этап этого всероссийского фестиваля между Привозским и Уральскими регионами. И на этом конкурсе мы стали лауреатами, завоевали право принять участие на этом заключительном этапе. Для нас это было, конечно, большое шоу, потому что и сам открытие фестиваля, и выступления коллективов проходили в Большом Ледовом дворце Айсберг. Наш народный фольклорный ансамбль принимал участие в начале, в процессе открытия в составе сводного хора. Это вместе с государственным ансамблем имени Пятницкого. В Сочи стали открытой площадкой, где обсуждались вопросы преемственности, сохранение важной для многонациональной страны сферы культуры. Помимо научных дискуссий, в рамках фестиваля работали стерилизированные ремесленные мастерские, где можно было воочию увидеть, как работают мастера. Екатерина Абрамова, Игорь Порочиков, Евгений Анисимов, Республика.